Виноград румба. В настоящее время селекционерами создано множество сортов и гибридов винограда. А иногда новые сорта создаются даже виноградарями-любителями, которые занимаются разведением винограда не одно десятилетие. Виноградарство в настоящее время развито не только в южных регионах, так как создано много новых сортов, которые приспособлены к выращиванию в более холодных районах. Среди многообразия разновидностей винограда трудно выбрать сразу те сорта, которые будут выращиваться на конкретном дачном участке. А начинающим садоводам следует перед покупкой саженцев прочитать статьи, в которых рассказывается о конкретных гибридах или сортах, их характеристиках и основных преимуществах. Одним из молодых гибридов винограда является сорт румба. Об истории его создания, основных качествах и агротехники выращивания будет рассказано ниже. История создания сорта. Так произошло с гибридным сортом винограда румба, который был выведен виноградарем-любителем. Укопелюшном, не использовавшим при выведении сорта технологии, которым обычно прибегают специалисты. В результате скрещивания сортов Черчилля в восторг красный был получен этот гибрид. Виноград румба выращен этот сорт под Ростовом, но благодаря своим характеристикам прекрасно приживается в средней полосе нашей страны. В Подмосковье и в более суровых климатических условиях. Встретить виноградники румба можно в Белоруссии и на Украине. Несмотря на то, что виноград румба был создан недавно, в начале 2000 годов, его достоинства уже оценены многими садоводами в разных областях нашей страны, где его успешно выращивают не один сезон. Характеристики и описание винограда Описание винограда румба следует начать со сроков созревания урожая. Он относится к ранеспелым гибридам со сроком созревания 3-3-5 месяца. Данный столовый гибрид отличают прекрасные внешние качества, отличный товарный вид зрелых гроздей, хорошие вкусовые качества и простота ухода за кустами. Виноград румба это сельнорослые прямо стоячие кусты с мощными побегами. С момента посадки саженца начинает активно разрастаться, за сезон молодые побеги возревают практически на 96-98%. Длина побегов может составлять 5,5-6 метров. Мощные побеги листва у этого винограда характерные, в центре рассеченные, разрезы – большие, окрас листьев – насыщенный изумрудный. На побегах появляются цветки обоих типов, поэтому данный гибрид не требует дополнительной подсадки сортов опылителей, а сам может служить хорошим опылителем для виноградных сортов с женскими цветками. Плодоношение винограда румба начинается через 2-3 сезона после посадки. Черенки хорошо совместимы с подвоем, прекрасно на нем развиваются и лучше плодоносят. Также они хорошо и быстро приживаются в открытом грунте. Грозди начинают созревать от первой декады августа, но могут долго оставаться на кустах, не осыпаясь и не теряя своего великолепного товарного вида. Форма спеющих гроздей – цилиндрической, средней рыхлости. Форма ягод овально продолговатая, каждый плод может весить до 10 грамм. Окраска кожицы – янтарно-розовая, аромат нежный, мускатный. Кожица плотная, но в еде практически не ощущается. Мякоть – мясистая, сладкая. Масса спелой кисти – 700-850 грамм, но при хорошем уходе и правильной обрезке лос может быть и больше. Интересно знать. Количество сахаров – 22-23%, в спелых плодах – большое содержание аскорбиновой кислоты и витамина, а также ряда макро- и микроэлементов. И кислоты органического происхождения. Ряд ценных ферментов, которые содержатся в кистях винограда румба, участвуют в процессе кроветворения. Кожица плодов не склонна к растрескиванию даже в период высокой влажности почвы и окружающей среды. Виноградины не повреждаются узми и шершнями. Благодаря плотности кожицы собранный урожай прекрасно переносит перевозку на дальние расстояния, не теряет своих товарных и вкусовых. Качеств может храниться длительное время при соответствующих условиях. Урожайность виноградных кустов высокая, особенно отзывчивая лозой на плодородную почву и внесение регулярных подкормок. Особенно следует отметить устойчивость виноградника к холодам. Кусты могут выдерживать похолодание до минус 18-20 градусов, а при более низких температурах нуждается в хорошем укрытии. Данный тип винограда высокоустойчив к основным заболеваниям, поражающим виноградные лозы, а также практически не подвергается нашествию вредных насекомых. Так как кисти сорта румба созревают рано и их обычно используют в свежем виде, однако многие винограды реставят из собранного урожая приятное столовое вино. Вино агротехника выращивания. Несложность выращивания, хорошая приживаемость саженцев, отсутствие сложного ухода, главные качества, которые позволяют сажать этот виноград даже начинающим виноградарям. Важно! Лучший вид почвы, на которой выращивают виноград, это чернозем, а богатый питательными веществами. Однако гибрид румба приживается практически на всех видах грунтов, поэтому он так популярен у садоводов. Но готовить место для этого винограда надо заранее выбрать участок, хорошо освещаемый солнечными лучами и защищенный от порывов холодного ветра. Лучшей защитой от ветра может быть крепкий сплошной забор или стена хозяйственной постройки. Сажать этот гибрид можно как черенками, так и саженцами, оба варианта идеальны, потому что румба приживается и в том, и в другом случае. При выборе саженца нужно обращать внимание на его корни, они должны быть здоровыми и крепкими, не иметь следов повреждения. В этом случае саженец быстро адаптируется к новым условиям выращивания и начнет активно наращивать вегетативную массу. Время посадки винограда весна и ранняя осень, чтобы растение успело адаптироваться и укорениться до наступления морозов. С осени следует перекопать выбранный участок, удаляя все сорняки с корнями и внести все удобрения, органику и минеральные комплексы. Осенью уже готовят посадочные ямы. Размеры каждой должны составлять в диаметре около 0,9 метра и такую же глубину. На дно выкладывается слой дренирующего материала, мелкие щебень, небольшие куски битого кирпича. В каждую яму проводятся трубы, через которые будет осуществляться полив молодых кустиков, это первые 3-4 сезона. Следующим слой почвы с комплексом удобрений, а верхний слой, в который высаживают черенки, грунт без удобрений. Побеги саженцев перед посадкой обрезают, оставляя 2-3 почки на каждом. Обрезка винограда Дальнейший уход за посаженными растениями заключается в регулярных поливах, внесении подкормок, формирующей обрезки и профилактической обработке. Обратите внимание, поливы должны быть достаточно редкими, так как излишняя влага в грунте может приводить к развитию грибковых заболеваний. Особенно требуется влага в почве в период созревания гроздей, однако за 25-30 дней до сбора урожая поливы временно прекращают. Лучшая подкормка для виноградных лоз – древесная зола, которую вносят ежегодно по 2 кг под каждое растение. Формирующая обрезка винограда румба проводится так же, как и у других сортов винограда. Преимущества и недостатки сорта Подробный список преимуществ винограда румба достаточно велик. Раннее созревание урожая в первых числах августа можно собирать Спелые кисти – сорт является самопыляемым, на нем появляются цветки женского и мужского типа, ягоды – крупные, сладкие, красивые, товарные. Вид больших цилиндрических гроздей – хорошие вкусовые качества собранного урожая. Высокая урожайность – побеги быстро растут и древеснеет. Высокая устойчивость к основным болезням и нашествиям вредителей, обладают стойкостью к морозам до минус 20 градусов, собранный урожай хорошо. Переносит перевозку на дальние расстояния, не теряя своих основных качеств. Садоводы, выращивающие данный сорт не один сезон, отмечают, что явных недостатков у него нет. Но следует отметить, что в условиях средней полосы лучше на зиму укрывать плетье винограда хвойным лапником. А в более суровом климате требуется покрытие специальными укрывными материалами.